В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 5 гектаров сгоревшего леса о причинах пожара возле одного из режимных объектов. Профтренд-2018. Саровские школьники примут участие в городском проекте. Новый сезон. В Саров вновь приехала съемочная группа проекта «10 песен атомных городов». Далее расскажем обо всем подробно. Стали известны официальные причины возгорания лесной подстилки у одной из производственных площадок ядерного центра. 30 августа на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в лесном массиве. Площадь возгорания составила 5 гектаров. На борьбу с огнем были брошены силы спасателей специального управления номер 4, а также сотрудники ВНИЭФ, Росгвардии и мобильные бригады. За окном осень, а Нижегородское управление МЧС до сих пор предупреждает жителей региона об опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах. В эти дни на всей территории области сохраняется пятый класс пожароопасности. Несмотря на жаркое и засушливое лето, стихия обошла стороной Саровские леса. Однако неприятный звоночек для спасателей все-таки был. И случился он неподалеку от режимного объекта в конце августа. Тогда огнем охватило несколько гектаров леса. В ходе разведки мы определили, что с этим загоранием сможем справиться, и угрозы никому не будет никакой. Соответственно, были задействованы все службы жизнеобеспечения. Существует специальный план тушения лесных пожаров, в котором прописана схема реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации. По сигналу на место происшествия отправляются спасатели, сотрудники ядерного центра и Росгвардии. При ликвидации огня в районе объекта в НИЭФ было задействовано несколько десятков единиц спецтехники и 350 человек. Загорание лесной подстилки удалось взять в кольцо. Распространения в дальнейшем не было. Было ночное окарауливание, чтобы пожар не распространился именно за фронт этого кольца. Ну и все. Уже к утру прибывали личный состав в НИЭФ, Росгвардии и помогали протушиванию. Возгорание было низовым, то есть распространялось по лесной подстилке и нижним ярусам растений. Поэтому справиться с огнем удалось в кратчайшие сроки. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В регионе вновь участились случаи хищения денег. При этом мошенники не особо изобретательны. На вход идут уже известные многим звонки от якобы родственников и способы обмана с использованием мобильных банковских сервисов и сообщений в социальных сетях. И доверчивые граждане продолжают попадаться на удочку преступников. Авито, из рук в руки и другие подобные интернет-сайты для размещения объявлений о товарах от частных лиц все чаще становятся одним из звеньев мошеннической схемы. Так Саровчанин нашел по объявлению автомобиль своей мечты, стоимость которого была на порядок ниже рыночной. Продавец убеждает мужчину сделать предоплату, и покупатель несколькими траншами полностью оплачивает машину, которую ни разу не видел. В итоге 980 тысяч переводит гражданину, мошеннику, через банкомат, со своей карты, с нескольких карт. После этого телефон выключается, лица, который продавал. Сотрудники полиции за 8 месяцев этого года зафиксировали более 100 заявлений о мошенничестве в отношении Саровчан. Раскрыто лишь 30%. Зачастую номера телефонов аферистов зарегистрированы за пределами Нижегородской области и даже России, что усложняет раскрытие преступлений. Если граждане находят такие объявления и начинают общаться с продавцами, и если те просят 100% предоплаты, это надо задуматься над этим. В 99,9% случаев это мошеннические действия. Как бы ни была соблазнительна цена и краснощив продавец, убеждающий перевезти ему деньги прямо сейчас, стоит взять перерыв и обдумать сделку еще раз, взвесить возможные риски и привлечную выгоду от сделки. Каждый хочет купить хорошую вещь и очень дешево, но бесплатный сыр бывает только в мошеннике. Этим и пользуются мошенники. Чтобы не оказаться в итоге без средств и безоплаченного товара, не переводите деньги незнакомым лицам. Перепроверяйте всю полученную во время разговора информацию. Даже если собеседник на том конце провода представляется сотрудником правоохранительных органов и обещает решить проблему в обмен на круглую сумму. 27 сентября в Сарове пройдет единый день приема родителей дошкольников. На вопросы горожан ответит заместитель директора департамента образования Светлана Лысова. Принимать саровчан будут в здании администрации в кабинете номер 114 с 12 до 14 часов. Приглашаются все желающие. Предварительная запись на прием по телефону 955-00. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Отопительный сезон в Сарове начнется 27 сентября. Как сообщили в городской администрации, подача тепла это постепенный процесс. Поэтому на то, чтобы батареи стали горячими в каждом доме, может уйти несколько дней. Напомним, ранее в управлении капитального строительства отчитались об установке во всех детских садах города системы, позволяющей запускать отопление от горячего водоснабжения. То есть раньше, чем тест начнет подачу тепла в дома горожан. Саровчанам предлагают горячие бесплатные путевки для детей. Как сообщили в КБ номер 50, ребят готовы принять два санатория – Ильинская и Сергеевские минеральные воды, которые специализируются на лечении кожных и гастроэнтерологических заболеваний. Помимо этого, санаторий Ильинская работает и по общетерапевтическому профилю. Для оформления путевок необходимо обращаться к заведующим отделениями детской поликлиники по месту жительства. Итоги муниципального этапа конкурса «Слава Созидателям» подведут уже на этой неделе. Имена победителей – авторов лучших роликов на завод на параде Созидателей. Он пройдет в Молодежном центре в четверг, 27 сентября. Всего в этом году на конкурс поступило 62 заявки. В каждой из трех номинаций – будущие ученые о великих в атомной отрасли. Они ковали ядерный щит ветеранов НЕФ, и они создавали город, члены жюри выбрали победителя и призеров. 10 лучших материалов будут рекомендованы для участия в федеральном этапе проекта «Слава Созидателям». Во Дворце детского творчества обсудили перспективы развития городского проекта «Профтренд». Педагоги и заместители директоров школ по воспитательной работе определили набор специальностей, с которыми предстоит познакомиться ребятам. В прошлом учебном году в «Профтренде» приняло участие около тысячи школьников. Сегодня популярный городской проект приобрел новый формат «Профессиональные пробы». Подробности далее. Подвести итоги прошлого года и наметить вектор дальнейшего развития. Заместители директоров школ встретились во Дворце детского творчества на семинаре практиками проекта «Профтренд». Педагогам предстояло определить перечень специальностей, с которыми предстоит познакомиться школьникам в рамках нового сезона профессиональных проб. Чем больше детей мы вовлекаем в профориентацию и самоопределение, чтобы ребенок понимал уже, чем он будет заниматься в продаварстве, тем лучше, конечно, для детей. Лазерные фокусы, химический кроссворд, опыты головоломки с чертежами, тест на знание правил этикета. Кураторы проекта «Профтренд» предложили педагогам самим пройти станции атомного квеста, в котором с большим удовольствием участвовали школьники в прошлом учебном году. Наши специалисты, ведущие и молодые, заинтересованные, они представляют в очень необычном свете свою специальность. И у ребят тоже трансформируется вот это понимание и видение специальности. Нужно найти школьника, который бы не участвовал в интересных встречах проекта «Профтренд». Квесты, мастер-классы, встречи и дискуссионные клубы. Благодаря различным форматам проекта ребята смогли лично пообщаться с представителями любимой профессии. Чем точнее целевая аудитория, чем точнее попадание и интерес детей есть к той или иной профессии, тем содержательнее встречи в дискуссионном клубе. Все события «Профтренда» в этом учебном году пройдут в едином формате – профессиональные пробы. По итогам семинара практикому был определен набор специальностей, с которыми познакомятся школьники. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Докажи, что ты лучшая в Центре культуры и досуга прошел финал конкурса «Внеев. Территория красоты», посвященный Дню работника атомной промышленности и 70-летию Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. Какие задания подготовили для конкурсантов и чем они смогли поразить жюри, расскажем далее. «Внеев. Территория солидарности, успеха, дружбы и даже танца». Ежегодно комиссия по работе с молодежью при правкоме ядерного центра устраивает для своих активистов необычные конкурсные программы. В этом году юбилейная пятая территория носит название «Внеев. Территория красоты». И посвятить ее решили представительницам прекрасной половины предприятия. Молодежная комиссия «Внеев. Территория красоты» уже имеет опыт в организации таких девочковых конкурсов. То есть была в 2008 году «Мисс Внеев» и «Краса Внеев». В этом году решили тоже вспомнить старые традиции и посвятить одну из территорий женской красоте. Мы показываем, что когда девушка обладает физическим совершенством, также умом, красотой, то она становится неотразимой и прекрасной. Как и на любом конкурсе красоты, в зале присутствовало жюри. Но оценивали они вовсе не внешность и фигуру девушек. По главу угла будет ставиться их восприятие жизни нашего родного «Внеев». За гран-при боролись шесть представительниц профсоюзных организаций подразделений ядерного центра и КБ-50. Анна Волкова – контролер на электромеханическом заводе «Авангард». Узнав о конкурсе, девушка не раздумывая решила принять в нем участие и с легкостью выполнила все задания. Потому что я умная, красивая, ну да и скромная. Шучу, для меня это возможность проявить себя, раскрыть свои таланты. Для меня все было очень легко и весело, потому что со мной работала замечательная команда, наш профсоюзный актив. С ребятами все получилось. Участницы конкурса вместе с командами поддержки преодолели три этапа – импровизация, домашнее задание и, конечно, визитка, в которой девушки примерили на себя образы известных женщин – Мата Хари, Алина Кабаевой, Агни и Барто. Я еще не призываю проекты, а ее стихи знакомы каждому из вас с детства. Конкурсная программа длилась несколько часов. Без подарков не осталась ни одна участница. Но гран-при забрала специалист управления Марина Дороненкова. В прошлом году проект «10 песен атомных городов» объединил более 400 талантливых людей самых разных возрастов и профессий, живущих и работающих в городах в присутствии госкорпорации «Росатом». Итогом работы музыкантов под руководством Тимура Ведерникова стали 10 видеоклипов, которые покорили сердца тысяч зрителей. В этом году проект получил продолжение. Пока в одних кабинетах молодежного центра идут занятия с детьми, из звукозаписывающей студии доносятся громкие мужские голоса, звуки трубы, тубы, барабанов. Военный оркестр Саровской дивизии принимает участие в новом сезоне проекта «10 песен атомных городов». Идея проекта «10 песен атомных городов» проста. Небольшая команда ездит по стране с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых интересных музыкантов и записывает их. Таким образом собирается необычная аранжировка из звуков и голосов исполнителей с разных уголков страны. В новом сезоне география участников значительно расширилась. Организаторы проекта уже посетили 20 городов и, наконец, добрались до Сарова. Саровские музыканты вообще отличные. Если вот так получилось, что два города в нашем плотном графике, всего два города, на которых мы выделили три дня, именно по причине того, что есть большое количество именно музыкантов. И вот один из городов – это Ковров, а второй – это Саров. Три месяца полнотворной работы без выходных ради того, чтобы жители нашей страны смогли увидеть 10 новых уникальных клипов, но уже известные и любимые многими песни. За это время создатели проекта успели не только отобрать участников и снять видеоматериал, но и устроить в рамках проекта десяток концертов. Что новое, кстати, в этом году – это у нас появилась история, опробованная, кстати, в городе Саров. Это мы сделали живую версию нашего проекта. В прошлом году уровень исполнителей был настолько высок, что в этот раз было сложно отобрать участников. Но все-таки новых интересных музыкантов зритель увидит. Первый клип появится в сети уже в декабре. Мушкетеры, красноармейцы, солдаты имперской Германии. За десятки лет фигурки солдатиков из обычных игрушек для мальчишек превратились в носители истории. Увидеть, как выглядели воины различных стран и эпох, саровчане теперь могут в новом музее военно-исторической оловянной миниатюры. В свою армию оловянных солдатиков Вячеслав Лапашов начал собирать еще в детстве. Первыми экспонатами стали пограничник с собакой и лыжник. За полвека службы время не пощадило бойцов, и краска почти стерлась, но они по-прежнему стойко стоят на посту. Детская игра постепенно переросла для Вячеслава в увлечение всей жизнью. Я их собираю по одному, по два, по три, по несколько. В стране, в городе, в других странах. Где-то сам покупаю, где-то привозят люди. Военные музыканты, десантники, мушкетеры, средневековые рыцари в кольчугах и еще сотни и сотни представителей различных родов войск. Оловянные воины разных эпох и стран навечно застыли в готовности принять бой за свою Родину и Отечество. Это же интересно. Понимаете, такая целая история мира. Она вдруг... У тебя история на столе, у тебя в шкафчике. Я буду посмотреть, могу не только я на нее, но на нее могут посмотреть другие люди. Каждый воин занял свое место в строю на полках музейных стеллажей, которые представляют собой конкретное историческое событие. Теперь уникальную коллекцию может посмотреть каждый желающий в Центре военно-патриотического воспитания, который открылся на базе Клуба здоровья. То, что здесь представлено и то, что вы сегодня здесь увидите и услышите, это большая-большая ценность, которую надо просто-напросто беречь, приумножать и доводить до сведений наших горожан. Первыми гостями музея стали педагоги, родители, воспитанники Центра внешкольной работы. Мальчишки и девчонки с интересом рассматривали миниатюрных солдатиков и слушали пояснения. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин